Внимание! Сейчас вы увидите один из лучших фильмов о деньгах, который вы когда-либо видели. В нем автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и финансовый эксперт Роберт Киосаки раскроет вам личную формулу богатства, которая изменила жизни миллионов людей. Всего за полчаса вы можете стать богатым и сделать первый шаг к финансовой независимости. Инстардинг представляет. Роберт Киосаки. Как стать богатым за 30 минут. Три закона денег. Для начала, давайте я вам расскажу о деньгах то, о чем многие даже не задумываются. Есть три основные правила, которые, как мне кажется, изменили мою жизнь. Первое. Это то, что я понял в довольно раннем возрасте. Деньги — это что? Это ваши мысли и идеи. Это то, что вы о них думаете. И когда люди спрашивают, как я могу иметь больше денег, я отвечаю, сначала измените образ мышления. Измените ваше представление о деньгах. Ведь это все, что вам нужно сделать. Я понимаю, что когда я разговариваю с людьми о деньгах, я противоречу их мышлению. И это касается не только денег. Вы знаете, есть несколько тем, которые не обсуждаются за семейным ужином. Секс, религия и деньги. Может быть, что-то еще. Причина всего этого в том, что у каждого на этот счет разные мнения. В моей семье, семье моего бедного папы, школьного учителя, мнение было таковым. Мне не нужны деньги. Деньги для меня не так важны. Я начал понимать, что это было мнение моего бедного папы. Таким было его отношение к деньгам. А богатый папа всегда говорил мне, деньги — это возможности. Деньги дают тебе силу и свободу. Цени их. Обращайся с ними уважительно. Вот такие разные мнения существуют о деньгах. И когда я слышу, как люди говорят, мы не можем себе этого позволить, то это становится самосбывающимся пророчеством. Вот почему деньги — это всего лишь ваши мысли о них, которые обладают очень большой силой. Когда я беседую с людьми, я часто задаю им вопрос, «Что говорили вам ваши родители о деньгах?» Потому что это сбывается. Если вам говорили, тебе нужно поступить в университет, потом найти работу, и пусть многие пошли не по стопам их родителей, но путь, который они выбрали, остался тем же. Большинство людей родились не в богатых семьях. В Америке один человек из ста в возрасте 60 лет становится богатым. И это происходит в одной из очень богатых стран мира. Один из ста. Четверо становятся самостоятельными, а почти 56% становятся зависимыми от правительства и пенсий. И их уровень жизни идет вниз. И вот что мне приходилось делать, и это придется делать каждому из вас. Мне приходилось следить за своими мыслями и за чужими словами. Следить за тем, кто именно подкидывает мне идеи, и чьи мысли на меня влияют. Например, если вы решите похудеть, и обратитесь к диетологам. Один скажет вам есть побольше сырых овощей, а другой скажет, что это вредно, и скажет вам есть только отварную или запеченную пищу. И в итоге вам все же придется сделать выбор. Второе, что я узнал, имея двух отцов, с противоположным мировоззрением, и тоже довольно рано, так это то, что деньги не сделают вас каким? Богатым. Потому что мой бедный папа зарабатывал больше, чем мой богатый папа. Я думаю, что одной из самых больших ошибок, о которых мы поговорим сегодня, является то, что многие люди думают. Если я выиграю в лотерею, я разбогатею. Но сорвав крупный куш, ваше мышление остается прежним. Это вам ничего не даст. Деньги — это очень сильный инструмент, как говорил мой богатый папа. Если вы правильно ими пользуетесь, они сделают вас богаче. Если же злоупотребляете ими, они сделают вас беднее. Самая большая ошибка моего бедного папы была в том, что он говорил, если ему повысят зарплату, то это решит его денежные проблемы. Но вся беда в том, что каждый раз, когда он получал эту прибавку, его денежные проблемы также прибавлялись. То есть, чем больше денег он зарабатывал, тем беднее и беднее он становился. Это очень большая проблема многих из нас. И, наконец, третье, что я осознал, потому что у меня было два отца с очень разными точками зрения, это то, что деньги приносят проблемы двух типов. Первый тип проблемы — это когда денег не хватает. А второй — это когда денег слишком много. И обе проблемы — это очень важные проблемы. Знаете, большинство людей считают, что они особенные, что они единственные, у которого есть особые проблемы с деньгами. Но на самом деле проблемы есть у всех. У каждого отдельного человека, у каждой компании есть проблемы с деньгами. У каждой страны они есть, у каждого правительства. У всех есть проблемы с деньгами. Но что делит нас на богатых и бедных, и на средний класс? Это то, как мы отвечаем на этот вызов. Как мы решаем эти проблемы. И что же делают большинство людей? Все мы в основном выросли в семьях, где проблема была слишком мало денег. В этом и заключалась ловушка. Это становится нашей идеей. Мы начинаем думать, что деньги — это что-то пугающее, что их трудно заработать, и что нужно очень много трудиться для этого. В самом начале своей жизни я осознал, что быть бедным и зажатым отражается как в зеркале на моем лице. Мне это не понравилось. Но я вырос в семье, где богатых считали плохими, злыми, бессердечными, негуманными и жадными. Так что, когда я сказал, что хочу стать богатым, мне пришлось пойти против ценностей своей собственной семьи. Мне было тяжело сделать это. И еще я видел, как мой богатый папа удачно управлял своими деньгами. И делая это, становился владельцем бизнеса и инвестором, он становился все богаче и богаче. У него была проблема второго типа. Слишком много денег. Когда мне было 18 или 19 лет, он сказал мне, «Сынок, есть два типа проблем с деньгами. Их либо слишком много, либо слишком мало. Какой выбираешь?» Вот такой вопрос. Так что я сделал очевидный выбор. Мне больше нравится, когда слишком много денег. Да, это действительно мне нравится. Я хочу иметь такую проблему, и это большая проблема. И так, осознав эти три правила, я смог увидеть разницу между мышлениями, те альтернативы, которые у меня есть в жизни. Выбор. Решение стать богатым, независимым и свободным человеком начинается с выбора. Деньги — это только вопрос выбора, и все. Будучи молодым парнем с двумя отцами, и начиная с 9 лет, мне нужно было сделать выбор, кого из отцов мне слушать. Это было очень трудным решением. Мне не было просто, ведь я любил их обоих. Оба они были мужчинами с большой буквы. Они оба были влиятельными, сильными духом, добрыми, честными и трудолюбивыми мужчинами. Я любил их обоих. Но их идеи кардинально отличались. Они были совершенно противоположны друг другу. А мне нужно было решить, кого из них послушать. За кем из них последовать, какой путь выбрать. И я выбрал. Это было трудное решение, потому что мне пришлось пойти против культуры и верований всей моей семьи, семьи школьных учителей. Когда я вернулся из Вьетнама, я сказал, «Все, теперь у меня есть степень бакалавра». И когда отец сказал, «Итак, сынок, теперь ведь ты пойдешь учиться на магистра?» Я ответил, «Знаешь, скорее всего, нет». Он сказал, «Но тогда ты ведь не найдешь хорошую работу, у тебя будет больше зарплата, если у тебя будет выше степень». Я сказал, «А я и не собираюсь искать работу». Он вообще-то запрещал беседы за обеденным столом на такие темы, но не в этот раз. «Так ты и докторскую степень не будешь получать», я сказал. «Если я не получу магистра, то доктора мне уж точно не дадут». Понимаете, это правительственная модель, которая основывалась не на том, чем ты занимался, а на том, насколько высокая у тебя степень образованности. Это была его реальность, но не моя. Одним словом, я мог выбирать. Всем этим я хочу сказать, что каждое утро я просыпаюсь и делаю тот же самый выбор. Каждое утро я снова и снова выбираю то же самое. Я делаю выбор между тем, или быть бедным, или быть средним классом, или быть богатым. У нас у всех есть такой выбор. И каждый из нас должен сделать собственный выбор. Квадрант денежного потока. Теперь поговорим о квадранте денежного потока. Слово «квадрант» происходит от цифры 4. Квадрант показывает, из каких четырех типов людей состоит деловой мир. R означает работникам, P – предпринимателей, B – бизнесменов и буква И – инвесторов. Мой бедный папа всегда говорил, «Сынок, тебе нужно закончить университет и найти работу. Он программировал меня идти сюда». А я продолжал повторять, «Но я хочу быть богатым». А мама говорила, «Да, да, сынок, не слушай папу». Моя мама была медсестрой и говорила мне, «Если ты действительно хочешь быть богатым, то ты должен стать врачом». Они очень много зарабатывают. Моя мама говорила мне, чтобы я стал специалистом, самонаемным работником, владельцем малого бизнеса, независимым предпринимателем. Знаете, когда я слышу, как люди говорят, «Если хочешь добиться успеха, получи какую-нибудь специальную профессию, такую, чтобы прикрыть тылы. Стань водопроводчиком, электриком, юристом, бухгалтером». Эти люди говорят так, потому что они умные ребята. Эти ребята – это врачи, адвокаты, учителя, и они настоящий мозговой центр среднего класса. Мой богатый папа сказал, «Знаешь, Роберт, ты плохой наемный рабочий. Ты не можешь исполнять приказы. Рутинная работа не для тебя, и плюс ты не слишком умен». «Так и есть», – сказал я. «Так что тебе лучше всего быть здесь», – сказал он. «Парни отсюда не блещут умом, и это правда». Вот почему некоторые самые богатые люди в мире находятся здесь. Потому что они не умники, они просто знают, как окружить себя умными людьми. И это одно из самых больших их отличий. Еще одна часть – это инвесторы. У инвесторов совсем другой менталитет и другие качества. Инвесторы хотят, чтобы их деньги работали на них. Их слова такие. «Сколько я получу от моей инвестиции, и как быстро я верну свои деньги?» У большинства людей есть планы, но они не инвестиционные, а сберегательные. Инвесторам же сберегательные планы не подходят, потому что так их деньги застревают на слишком долгое время. «Я хочу, чтобы мои деньги зашли и сразу же вернулись». Это называется скоростью обращения. «Как быстро они вернутся после того, как я их вложу?» Сберегатели вкладывают и надолго забывают про свои деньги. Это другая система ценностей. «Мой богатый папа говорил, ты можешь узнать наемных работников по их словам, так как они всегда пользуются одними и теми же словами. Я ищу надежную и безопасную работу с ольготами. Всегда». «Мой богатый папа также говорил, ты можешь узнать и самонаемного человека, потому что он говорит такие слова. Вы должны заплатить мне столько-то, я беру комиссию в размере 6%. Так, например, говорят брокеры по недвижимости. Или «Стоимость моих услуг 100 долларов в час». Или «Эту работу я сделаю за столько-то». Для этих людей время — это деньги. Владельцы бизнеса говорят, «Я ищу умных людей, мне нужны специалисты». Они хотят двигаться дальше, чтобы запустить еще один бизнес. У них много корпораций, и это их сильно отличает. А инвестор говорит, «Мне нужен коэффициент возврата инвестиций». Есть большая разница между владельцем малого бизнеса и между владельцем крупного бизнеса. Разница очень простая. Если владелец большого бизнеса сделает все правильно и построит компанию, он может отвлечься от бизнеса. А когда он вернется, компания будет работать без него еще лучше, потому что компанией управляют правильные люди. А если владелец малого бизнеса продолжает оставаться в малом бизнесе, не развивается, то его доходы убрутся в потолок. А если у него есть наемные работники, и они косячат, ему приходится все время за всем следить. В этом основная разница между ними. Также разница между С и Б — это масштабы их идей. Например, ко мне часто подходят люди и говорят, «Я хочу открыть ларек по продаже гамбургеров». «Всего один ларек?» — спрашиваю я. А вот Рэй Крок открыл рестораны по продаже гамбургеров по всему миру. Разница в видении, масштабах и навыках лидерства. Они очень и очень разные люди. А причина этой разницы находится в их чувствах. У человека отсюда самое сильное чувство — это страх, потому что он думает о безопасности. Безопасность запала ему в сердце, а вот эти люди напуганы. У человека отсюда недостаточно доверия. Это парни узкой специализации. Они испытывают удовлетворение от своей работы больше, чем все остальные. Они сами распоряжаются своим временем и жизнью в целом, и им это нравится. В основном эти люди могут максимально заработать до 500 тысяч долларов в год, только потому что время — это деньги. А вот здесь нет ограничений на то, сколько вы сможете заработать. Вот насколько сильно отличаются идеи и мышления этих людей. Инвесторы имеют нейтральный образ мышления. Я бы сказал, эмоционально нейтральный. Настоящему инвестору все равно идет рынок вверх или вниз, потому что он в любом случае заработает деньги. Это настоящий инвестор. Ему действительно все равно. Он знает, что проигрыш — это часть выигрыша. В книгах по управлению деньгами рассказывается, как это делать. Инвестор абсолютно нейтрален, а человек отсюда отличается терпением. Ребятам из этих квадрантов нужно, чтобы им заплатили прямо сейчас. А люди из этих квадрантов, возможно, долго не смогут получить свои деньги. Три года, например. Вот почему первый вопрос, который я задаю тем, кто приходит ко мне за советом касательно инвестиций в ту или иную компанию. Хотите ли вы работать бесплатно в течение трех лет? Они мне говорят, нет, то ж тогда не инвестируйте, инвестируйте, потому что вы все еще не изменили свое мышление. В наше время надо быть наемным работником и инвестором. Самонаемным работником и инвестором. Я имею в виду, что необходимо находиться на обеих сторонах квадранта. И неважно, здесь вы или здесь, если вы хотите быть финансово независимым, то вы обязаны стать инвестором уже сегодня. Так что все очень просто. Начиная с 10 лет, я уже начал этому обучаться, чтобы перейти сюда. И в итоге я здесь и остался, понимаете? Я остался здесь, и в итоге мои деньги упорно работают на меня, а не я на них. Это совсем другая точка зрения. Подумайте над этим. А есть еще игра самых богатых людей, в которую сегодня играет весь мир. Эта игра, это и есть лучший способ разбогатеть. И она всегда была именно такой. Как-то мой богатый папа купил один из самых лучших участков земли на Гавайи с белым песчаным пляжем. Я сказал, как тебе удалось это сделать? Понимаете, у него не могло еще быть таких больших денег. Как же ты смог позволить себе такой роскошный участок земли с пляжем на Гавайях? А я лично и не могу себе этого позволить. Этот участок стоит около 10 миллионов долларов. Лично сам я не могу его купить, но мой бизнес может. Это один из самых больших секретов. Так что причина того, что я начал отсюда и учился создавать бизнес, заключается в том, что бизнес дает мне возможность заниматься инвестированием. Лично сам я не могу это сделать. Я столько не зарабатываю, но моя компания зарабатывает. Преимущества богатых. Все вы наверняка слышали о правиле 90 на 10. Это правило очень простое. Оно означает, что 10% людей всегда получают 90% всех денег. У каждого, кто сидит в зале или смотрит это видео, есть свое представление о том, как стать богатым. И зачастую это представление было навязано вам, вашей семьей и обществом в целом. Проблема в том, что когда вы ходили в школу, вас там не учили быть владельцем бизнеса. Вас учили быть наемным работником, работать на богатых. А богатые очень умело этим пользуются. Они берут идеи, объединяют умных людей и создают из всего этого большие предприятия. Так что у них появляется бизнес, который инвестирует за них. А законы о налогах написаны для их же удобства, если они инвестируют через свой бизнес. Вот как богатые становятся еще богаче. Они платят меньше налогов. Просто потому, что инвестируют через B и E квадранты. Инвестировать отсюда значит инвестировать, не пользуясь законами. В Америке в 1943 году был принят закон об уплате текущего налога, который установил, что никто из наемных работников не получает свои деньги до тех пор, пока первым не получит свои деньги правительство. Так что если вам повышают зарплату, то и правительство получает больше. Всегда. Если вы зарабатываете миллион долларов, вы все равно платите налоги. В 1986 году был принят еще один закон, касающийся докторов, бухгалтеров, юристов и прочих подобных специалистов. Законы изменились против них. А вот законы для богатых никогда не меняются, потому что именно так богатые стали еще богаче. Нужно играть по правилам, установленным для богатых, потому что они сами их и устанавливают. Ловушка богатых. Одним из случаев, благодаря которому я понял, что большие деньги не могут сделать меня богатым, был тот, который случился, когда мне было за 20. Тогда я стал миллионером. И это ударило мне в голову. Знаете, когда у вас появляются деньги, вы начинаете думать, что ваш IQ вырос, но на самом деле он упал. У меня были разные дорогие спортивные машины, и еще более дорогие женщины, ведь я был миллионером. Но чем больше у меня было денег, тем глупее я становился. Я осознал то, что на самом деле большие деньги делали меня еще беднее. Не важно, сколько денег вы получаете, важно, как вы их тратите. Я знаю одного доктора в Аризоне, который зарабатывает больше 500 тысяч в год, но тратит он 520 тысяч. Мой богатый папа говорил, если ты живешь в большом доме, у тебя классная тачка, и ты носишь дорогую одежду, это еще не значит, что ты богат. Ты при всей этой роскоши можешь даже быть банкротом. И таким образом, пройдя через все это, я потратил большую часть жизни на обучение тому, как приобретать активы, чтобы обрести финансовую независимость. Цель была никогда не работать за деньги. Цель была научиться покупать активы, которые будут снабжать меня деньгами, будь то акции, облигации, недвижимость или бизнес. Узнать, насколько вы богаты, можно так. Допустим, вы женаты или замужем, и если вы перестанете работать, что произойдет? Мы с женой перестали работать, но доходы продолжают поступать к нам, потому что они не зависят от того, работаем мы или нет. Средний статистический человек может узнать о том, что все его активы на самом деле пассивы, просто перестав ходить на работу. Как говорил мой богатый папа, активы будут вас кормить, а пассивы будут кормиться вами. Люди не могут прекратить работать из-за того, что они не могут платить по счетам, пассивы их съедят. Так чем же измеряется богатство? Тем, насколько долго вы сможете прожить, не работая. Оно измеряется днями или годами, то есть временем. Когда я отошел от дел в 1994 году, мое богатство было бесконечным, так как мне все время поступало денег в более чем достаточном количестве. И это образ мышления. Однажды богатый папа сказал, ты должен думать о своем собственном бизнесе. Когда ты становишься наемным работником, ты думаешь о чьем-то чужом бизнесе. На семинаре по книге «Богатый папа, бедный папа», когда я спросил одного слушателя, если у вас бизнес, он ответил, да, я банкир. Вы понимаете, это ведь ваша профессия, а не бизнес. Если это ваш бизнес, то вы должны быть в нем инвестором. То есть вкладывать деньги в активы, чтобы это приносило еще больше денег. То, чему нас учили в школе, так это не думать о нашем собственном бизнесе. Нас учили думать о чужом бизнесе. Это мое послание вам. Думайте о собственном бизнесе. Именно так вы станете богатыми. Правильное соотношение доходов и расходов. Разница между моим бедным папой и богатым заключалась в общем. Мой бедный папа всегда говорил, найди высокооплачиваемую что? Работу. Это большое заблуждение, потому что за высокооплачиваемую работу вы облагаетесь высокими налогами. А мой богатый папа говорил, только для среднего класса высокая зарплата является ключом к успеху. Да, вот такая банальная точка зрения у человека из среднего класса. Богатые знают, что дело не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, сколько ты сохраняешь. Нужно уметь сохранять деньги. Не важно, сколько денег ты заработал, важно, сколько у тебя осталось. Это называется соотношением доходов и расходов. Сколько доходов максимально вы можете выделить на приобретение активов? Должно быть не меньше 30%. Если вы зарабатываете 1000 долларов, минимально должно быть капитализировано 30%. Если вы по каким-то причинам не хотите этого делать, посмотрите на эти соотношения, которые действительно работают. Если вы заработали 1000 долларов, то должны отложить в корзину активов, вот сюда, 300 долларов. Знаете, сколько откладывает среднестатистический человек? Нисколько. Вот почему он беден, хотя он и зарабатывает все больше и больше, но вы понимаете? Ему всю жизнь твердили, нужно поступить в университет, чтобы потом найти высокооплачиваемую работу, и тогда ты сможешь много зарабатывать, потому что он будет покупать много чего, пассивов, которые будут высасывать с него все больше и больше денег. Мой бедный папа всегда говорил, я заработаю больше, а богатый папа говорил, я больше оставлю. Большая разница, правда? Я бы сказал, огромная, особенно в долгосрочной перспективе. Главное, сколько ты откладываешь в эту корзину. Три копилки. У меня для вас есть одно упражнение, доказывающее, что разбогатеть может кто угодно. Когда я был маленьким, мой богатый папа дал мне три вот такие вот штучки. Как они называются? Копилки. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно купить три такие копилки. Это все, что нужно, чтобы научиться думать, как богатый. Итак, вот первая копилка, вторая и третья. Одна для накоплений, одна для инвестиций, и одна для благотворительных средств. Отдавать очень важно. Приняв это решение сегодня, вы делаете выбор в пользу богатства. Вы можете сказать, это слишком просто. Но поймите, что ваше сегодня, это результат тех сегодня, которые были до него. Так что отложите один доллар сегодня и делайте так не один раз в неделю, а каждый божий день. То, чему вы учите свой мозг этим упражнениям, это думать, как богатый, думать, сколько вы сохраняете. Итак, давайте предположим, что на сегодня максимум, который вы можете позволить себе, с учетом вашей ужасной финансовой ситуации, это один доллар. Отлично. Понимаете, не важно, с какой суммой вы это делаете, важно, делаете ли вы это вообще. Вы не можете пойти в спортзал и за сутки стать таким, как Арнольд Шварценеггер. Чтобы стать таким, вам нужно каждый день, на протяжении многих лет, ходить в спортзал и не пропускать тренировки. Итак, кто бы из вас мог, начиная прямо с этого дня и до конца своей жизни, откладывать каждый день сэкономленные 3 доллара по одному в каждую копилку? Хорошо, отлично, все могут это делать. Но реальность такова, что большинство людей не будут этого делать, а ведь это такая мелочь. Как только этот доллар упал на дно копилки, он становится вашим до конца жизни, и после вашей кончины он останется следующему поколению. А средний класс ищет какие-нибудь дешевые и примитивные отговорки, чтобы все-таки разбить копилку. Ты не понимаешь, мне нужны были эти деньги? Неважно, с какой суммой вы это делаете, важно то, что это становится вашей привычкой, вашим образом мышления. Так что начните прямо сегодня, с одного доллара. Теперь давайте добавим нолик и дойдем до десяти. В этот момент люди все еще говорят, ну, это не так уж и сложно. Попробуйте отложить тридцать долларов в день. Не замечаете усиление сердцебиения. Теперь вы на грани того, что можете себе позволить. А ведь мы добавили всего один нолик. А вам так хочется потратить эти деньги. Итак, если десять долларов для кого-то легко, увеличьте сумму до ста. И ваше сердце начнет биться еще сильнее. Некоторые люди говорят, что это все еще очень просто для меня, и я смогу себе это позволить. Тогда попробуйте это сделать с тремя тысячами. И я еще раз хочу сказать, что дело не в деньгах, дело в постоянстве усилий. Вот эти деньги никогда не тратятся. Вот эти деньги на приобретение активов. На них вы покупаете собственность, акции. Вы даже можете их потерять, если вдруг такое случится. А эти вы никогда не потеряете. Эти деньги вы отдаете на благотворительность, туда, куда считаете нужным. Я отдаю деньги на те благотворительные цели, которым, как мне кажется, необходимо мое участие, но на которые, к сожалению, у меня нет времени. Мой богатый папа отдавал деньги церкви. Мой бедный папа ничего не отдавал. Он говорил, вот когда у меня самого будут деньги, тогда я их и буду отдавать. Поэтому он и оставался бедным. Я хочу отметить, что мой бедный папа верил в безопасность работы, а богатый папа в финансовую безопасность. Итак, как добиться финансовой независимости? Все просто. С помощью этих трех копилок. Это основа. Сбережения, инвестиции, благотворительность. Так начинается путь к финансовой безопасности. Нужно начать с этого. Я начинал именно так. Понимаете, мне это нравилось. Нравилось быть богатым. Как находить хорошие сделки. А сейчас я вам хочу рассказать, как я накапливаю опыт и нахожу хорошие сделки. Вы можете спросить об этом у моей жены. Сколько я проанализирую объектов недвижимости, прежде чем купить один из них? Сто. Такое правило. Понимаете, прежде чем что-то купить, я проанализирую минимум сто сделок. А если из ста объектов я не покупаю ни одного, я начинаю все сначала. Вот такое соотношение сто к одному. Вот как я нахожу сделки. А если у меня не было денег, что я делал? Я все равно продолжал искать сделки. Я тренировался, понимаете? Я накапливал опыт. Бывает такое, что мне люди говорят, мы пошли к риэлтору, нашли один объект и сразу же его купили. А сколько объектов вы посмотрели? О, только этот. Это идиоты, а не инвесторы. Это глупый подход к инвестированию. Единственный способ узнать рыночные тренды, начать разбираться в ценах и прочих рыночных данных, это проанализировать сто сделок. Из ста сделок вы делаете предложение по десяти из них, потому что остальные 90 это плохие сделки. А пока вы практикуетесь в анализе сделок, вы становитесь сообразительнее и умнее. С каждой новой сделкой я узнаю все больше и больше. Из десяти сделок, в которые я собрался инвестировать, мне одобрили три. Это правило доктора Дольфа де Роза, гения недвижимости. Он говорит, что если здесь будет стоять цифра 6, то что это будет означать? Что вы предлагаете слишком много денег. Вам нужно просить скидки побольше, уменьшить свои предложения, чтобы в итоге на них согласились только три продавца. Я стараюсь придерживаться этого правила и покупаю в итоге лучший объект из трех. Люди говорят, а как мне этому научиться? Все очень просто. Вам нужно оценивать сделку за сделкой. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Я проанализировал более 50 тысяч сделок. Вот как я стал умнее. Вместо того, чтобы искать работу, я искал сделки. При покупке бизнеса коэффициенты те же. 100, 10, 3, 1. При покупке акций я оцениваю 100 компаний. Те же коэффициенты. И каждый из вас может так делать. За это даже можно не платить. Вы можете сами этим заниматься. Это бесплатно. Вот что обеспечило мне финансовую безопасность. А мой бедный папа концентрировался на чем? На безопасности рабочего места. Страх. Большинство людей не хотят тратить свое время на обогащение. И для большинства инвестиции это что-то слишком рискованное и страшное. И даже если они видят хорошую сделку, они трусят и отступают. Меня замучили тем фактом, что 9 из 10 бизнесов разоряются. Я отвечаю «Да, верно. Большинство из них неудачны, но один из них удачен». Я говорю «Послушайте, я разорялся дважды. Я два раза был одним из тех девяти, но однажды я попал в десятку». И самая большая ошибка, которую совершал мой бедный папа, была в том, что он всегда мог точно сказать причину будущей неудачи. Когда я первый раз разорился, я чувствовал себя ужасно примерно в течение года. Это было ужасно. Я потерял свои миллионы. Моя самооценка сильно упала. Я опять был бедным без своей крыши над головой. Но когда я все вернул, я стал еще сильнее. Когда я разорился второй раз, у меня было примерно шесть месяцев депрессии. А в третий раз я победил. В тяжелые периоды мой бедный папа мне говорил «Ты проиграл». А мой богатый папа говорил «Ты слишком мало пока проигрывал». Вот какая разница в мышлении. И еще мой богатый папа говорил «Неудача — это всегда часть удачи. Люди, избегающие неудач, избегают и удачи». Ваши самые большие расходы это не те, что вы тратите, а те, которые не зарабатываете из-за своего страха. Так что вот чему мой богатый папа научил меня почти сразу тому, что такое страх. Он расшифровал его так «Проигрывай в самом начале и учись». Смотрите, если вы знаете, что проиграете, то проигрывайте сразу. Не выжидайте. Потому что каждый раз, когда вы ошибаетесь, вы умнеете, если, конечно же, извлекаете урок из этого. Так что я говорю людям, проигрывайте как можно раньше, но как можно меньше. Первая сделка, которую мы с женой заключили, когда вновь вернулись к инвестированию в недвижимость, была на 45 тысяч долларов, и первый взнос составлял 6 тысяч долларов. Если бы мы проиграли на этой сделке, то стали бы гораздо умнее. Но мы не проиграли, мы раздвинули границы, мы увеличивали и увеличивали размеры наших сделок и надеялись на неудачу. Все стараются избегать неудач, а я надеюсь с ней встретиться, потому что она сделает меня еще умнее. Таким образом, я открываю свой разум для новых знаний. Я не отрицаю своих ошибок, я принимаю их. Я осознаю ошибки, извлекаю пользу и двигаюсь дальше. И напоследок, я вам хочу напомнить, что вам придется сделать выбор. Я делал выбор, когда был маленьким мальчиком, который выбирал, кого же ему все-таки слушать. И делаю выбор сейчас. Каждое утро я просыпаюсь и делаю свой выбор. Так что сделайте собственный выбор. За 30 минут нельзя разбогатеть, но за 30 минут можно изменить мысли, которые помогут тебе разбогатеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова